Вы сознательно от Троцкого избавились? Ну, это я к тому, что Илью Пономарёву не пустили на съезд. Опять-таки, мне не дико комфортно было находиться вообще на сцене, если человек является социалистом. Что такое социалист? Социалист — это человек, который хочет забирать чужое, жить за чужой счёт и облечь это в форму закона. То есть, красть у тебя по закону, а не по бандитке. Это узаконенный бандитизм, социализм. Поэтому мне, как либертарианцу, не очень комфортно было, я не считал правильным. То есть, я абсолютно за то, чтобы этот человек мог высказываться. И я абсолютно за свободу слова. Мне просто... Виделся он всегда чужеродным элементом. Я об этом аккуратно говорил, но мне не хотелось тоже никакого скандала из Локи и так далее. Что произошло сейчас? Он говорит, что он помогал финансами и интеллектуально террористической организации, устроившей теракт на территории Российской Федерации, который повлёк смерть как минимум одного человека, а вроде там в машине было двое. и человек этот абсолютно политически... Про Дарью Дугину? Там она одна. Да. Политически ничтожная фигура. Но, тем не менее, живой человек. И тем не менее, я бы абсолютно понял, если бы Дарью Дугину завалило ВСУ, когда она находилась на оккупированных территориях. Вообще вопросов нет. Но в итоге это террористический акт. И один из наших коллег говорит, что мы его финансировали, софинансировали и делились какими-то там своими знаниями. Вот. Безусловно, на данный момент ни я, ни многие мои коллеги не видят себя социалореволюционерами, добивающимися смены власти через теракты. У меня нет никаких сомнений, что та организация, которая совершила этот теракт, называется ФСБ. Это я на 99,9 в периоде уверен, что она либо вообще ФСБ, либо она полностью действует под контролем ФСБ, чтобы выловить, отчитаться, ну вот как дело сети, чтобы создать напряжение и посадить людей, которые могут вовлечься в это. Не понимать, что это ФСБ, на мой взгляд, можно сказать, что ты не понимаешь, либо ты не умный человек, либо ты преднамеренно знаешь и врёшь. Ни то, ни другое, наверное, не очень приемлемо. Вот. Я не знаю, что в голове у Ильи Пономарёва, вот. Но это всё как минимум крайне-крайне странно. В целом астрагируется, да. Но если бы его не выгнали, я бы всё равно приехал. Вот. И это я сказал, я им сказал, что это дико странно, да, и что это влияет, ну то есть заявления, крайние заявления некоторых приглашённых гостей влияют на репутацию всей организации всего форума, как когда-то давно заявление там Бабченко про Абрамс и так далее, и то, что он сейчас несёт. Ну, в конце концов, у человека посттравматическое расстройство. Вот. По большому счёту, он нуждается в курсе реабилитации, ему нужно протянуть руку, и серьёзно на то, что он говорит, точно не нужно реагировать, просто не нужно реагировать. Но большинству народа это не объяснишь, и они начинают с ним уступать в склоки, крыть там друг друга, посылать там на все буквы. Ну, не так много, грубо говоря, солдат, которые прошли, честно пропустили через осознание то, что они там творили, натворили, и вот это пришло осознание. Не так много. Это понятно, что этот человек остро чувствует, у него есть там душа и так далее, но вот вступать с ним в склоку, это просто на себя не уважать. Так это вы, получается, были инициатором того, чтобы Илью Пономарёва не допустили? Я говорил много раз, чтобы меня не было с ним на одной панели. Я просто просил, чтобы меня не было панели, но я не настаивал. Я просто говорю, чтобы мы просто это как кислое с мягким мешать. Спасибо за субтитры и не забудьте Спасибо. Продолжение следует...